Белорусская картошка готовится к экспортному десанту в Евросоюз. Для поставок картофеля Минцельхозпрод планирует сертифицировать профильные предприятия. Еврокомиссия уже рассматривает предложения белорусов, а пока цифры этой статьи экспорта не радуют. Поставки картофеля на внешний рынок, несмотря на то, что в 2018 году принесли казне 50 миллионов долларов, снизились более чем на четверть. Как Минцельхозпрод комментирует активизацию на европейском направлении, узнаем у моего коллеги Андрея Лаптенко. Полина, представляете, из 6 миллионов тонн картофеля, который каждый год собирают в Беларуси, 5 миллионов приходится на личное подсобное хозяйство. И только 1 миллион собирают сельхозпредприятия и фермеры. Но даже этот миллион надо продать. Минцельхозпрод комментирует падение картофельных продаж. Цитата. Поставки картофеля шли больше на российский рынок, который активно развивается. Производство картофеля в странах ЕАЭС растет, поэтому вопрос географической диверсификации экспорта будет стоять остро. Необходимо уходить от зависимости от одного рынка, расширять географию экспортных поставок. Отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минцельхозпрода Алексей Богданов. Впрочем, в целом экспорт белорусской продукции растениеводства за прошлый год прибавил плюс 16%. Общая цифра росли за счет поставок свежих овощей в 2018 году на 6%, больше уровня 2017. Заметно прибавили в экспорте льноволокна, особенно в Китае. Наибольший рост составили груши и яблоки. Почти на 50% вырос их экспорт. Выход из состава Евросоюза без заключения сделки с Брюсселя может обернуться для Великобритании нехваткой продовольствия. Об этом предупредил финансовый директор крупнейшей британской компании по переработке и продаже продуктов питания ABF Джон Бэйсон. И цитата. В случае заключения сделки о Brexit, мелкие недочеты договора можно будет компенсировать с помощью дополнительных товарных запасов. Однако выход из ЕС без сделки принесет Британии сильный обвал и ужасные последствия, вплоть до нехватки продовольствия. Конец цитаты. Ранее 24 февраля ТРЗМА премьера Великобритании в очередной раз отложила финальное голосование по сделке о Brexit. Звучит новая дата рассмотрения парламента 12 марта. Компания Славкали приступила к новому этапу строительства Нежинского горнообогатительного комплекса в Любанском районе. На этот раз на очереди один из объектов временного периода. Автостоянка, площадка для хранения материалов, административно-бытовой комплекс, ремонтно-технический, автотранспортный и складской блоки. Кроме того, здание второго корпуса будущего рудоуправления. Также Славкали приступает к очередному этапу прокладки железнодорожного пути, по которому будет организована доставка грузов и колейных удобрений, перевозка пассажиров по маршруту Любань-станция Славкали. Речь об участке ветки длиной более 1 километра, которая пройдет непосредственно по территории ГОКа. В российской Госдуме работают над законопроектом, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать кредиты россиянам, которые тратят на погашение кредитов более 50% от совокупного дохода семьи. СМИ уже получили комментарии представителей парламента, отвечающих за работу финансового рынка. По их словам, разработка закона затянулась из-за негативной реакции со стороны кредитных организаций. Впрочем, работа над проектом завершается. Законопроект поступит в Госдуму в втором квартале и до конца года он будет принят. Спасибо, Андрей. Такой была экономика дня с Андреем Лаптенком.